Вода не двигается, а лимон двигается. Очень круто смотрится. Йо, привет! Меня зовут Павел Лобастов, я Instagram-эксперт. А в этом обучающем видео я тебе покажу, как сделать живую фотографию на телефоне. Чтобы сделать живую фотографию, понадобится вот такое простое приложение. Называется Loopsie. Нажимаешь скачать, а у меня оно уже скачано, я просто нажимаю открыть. Приложение загружается. Итак, как сделать живую фотографию? Живая фотография – это синематография. То есть, когда объект неподвижен, а какая-то деталь в нем двигается. Чтобы это сделать, нужно просто найти то место или тот объект, который ты хочешь заснять, и держать вот эту вот кнопочку, которая выглядит как кружочек. Итак, чтобы сделать живую фотографию, берем, допустим, стакан. И что нужно будет сделать? Просто быстренько размешать и держать. Все, делается, делается, грузится. Нажимаешь вот сюда. Все, тебе нужно будет сделать движущуюся часть. То есть, берешь и обводишь вот так вот все. Допустим, кружочек. Обводишь, стираешь нужные моменты. Обводишь, чтобы это все красиво, чтобы красиво смотрелось. Вот такая живая фотография получилась. Просто нажал «Далее», и тут можно ее уже сохранить, либо поделиться в одной из социальных сетей. Допустим, в Инстаграме. Смотри, какой прикольный момент. Вода не двигается, а лимон двигается. И это все повторяется по кругу. Соответственно, вот так получается живая фотография в Инстаграм. То же самое можно сделать, если, допустим, ты находишься на море. То есть, море двигается, а ты стоишь неподвижно. Или ты в прыжке. Спасибо тебе за просмотр. В следующем видео я тебе расскажу, как сделать живую фотографию при помощи компьютера. Ведь не у всех телефоны поддерживают функции данного приложения. Если тебе видео понравилось, то обязательно поставь лайк. Напиши какой-нибудь комментарий. Подпишись на мой канал. И обязательно поставь колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я с тобой прощаюсь. С тобой был я, Павел Абастов. Жми на видео, которое сейчас появится. И до встречи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok